Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить уходу за кожей в осенне-зимний период. Мы с вами знаем, что уход за кожей в зависимости от сезона может немножко отличаться, он не будет полностью кардинально меняться. Как правило, очищающие средства, возможно, тоники какие-то остаются неизменными, а добавляются, например, какие-то активные средства. И нам надо разобраться, что, как правило, происходит с уходовой рутиной. Первое, что нужно сделать, это определить, появились ли какие-то проблемы, которые нужно решить после летнего, весенне-летнего сезона. Как правило, это проблемы, связанные с фотоповреждением кожи, с избыточной инсоляцией или с недостаточной защитой кожи от солнца, проблемы с появлением тонких мелких морщин, с дряблостью кожи, то есть признаки воздействия агрессивного ультрафиолета на кожу. Мы определяем эти проблемы, фотоповреждения, и вводим уже активные средства, которые будут эти проблемы решать. Мы можем добавить в уход какие-то компоненты, которые будут более агрессивные, чем те, которые мы привыкли использовать летом, но осенне-зимний сезон нам это позволяет. Как правило, это кислоты и ретинол. Это могут быть какие-то отшелушивающие средства в виде пилингов, либо средства для регулярного применения, содержащие небольшой процент, например, альфа-гидроксикислот и не сильно низкий PH. Примером такого средства будет, например, сывороткообновляющий флюид альфа-дерм. Это как бы не совсем сыворотка, больше кремовидное, флюидоподобное такое вещество. Очень приятное тактильно, очень быстро впитывающееся, очень комфортное на коже. И проблему фотоповреждения, легкой диффузной пигментации, недермальной, неглубокой пигментации, неровного тона, каких-то сосудистых проблем, нарушения уровня увлажненности. Эта сыворотка поможет решить. Ее применяют, как правило, в вечернее время, то есть на ночь вместо ночного крема, если кожа жирная или комбинерная, либо под ночной крем, если кожа сухая. Единственный важный нюанс применения АХ-кислот и средств вообще с более низким ПАЖ, немножечко нужно подождать, когда вы нанесли это средство. То есть, чтобы эти кислоты хорошо поработали, на коже должен какое-то время сохраняться вот этот вот слабокислый ПАЖ, который это средство позволяет нам достичь. Вот это важный такой нюанс, на который я хотела бы обратить внимание. Также проблемы фотоповреждения, а также проблемы, когда у нас обостряется после лета, например, воспалительные явления, кожа плотная, гиперкератозная, склонная к закуплению пор и воспаления, очень хорошо на такой коже работает ретинол. Ретинол тоже это достаточно сезонный продукт. Да, у нас есть много информации на канале про ретинол, действительно есть возможности применения его и летом, с определенными предосторожностями, но в целом в нашем климате люди привыкли использовать ретинол в осенне-зимний период. Так вот, ретинол, например, сыворотка ретидерна 25 или ретидерна 0,5, которую я, например, взяла сюда, их лучше всего, конечно, начинать где-то с конца сентября использовать. Они будут тоже выравнивать тон кожи, они будут уменьшать сибопродукцию, то есть еще сибуглирующим действием обладать, потому что, тем более, кроме самого ретинола, в данной сыворотке есть еще достаточно большая концентрация неоцинамида. Будет немножечко антиоксидантный эффект, витамин С давать, который тоже в сыворотке есть. Это комплексный препарат. Рекомендую читать внимательно инструкцию к применению его, потому что очень важные нюансы есть по применению активного ретинола. Активный ретинол содержит наши препараты ретидерна 0,25 и 0,5. Естественно, начинать нужно с более маленькой концентрации. Что помогает нам исправить на нашей коже ретинол? Как правило, самый лучший вариант, скажем так, пациента для ретинола – это человек с гиперкератозной, плотной, достаточно жирной или комбинированной кожей, со склонностью к закупорению пор, неравномерным тоном и со склонностью к воспалению. На такой коже ретинол вообще работает идеально. Но помимо таких людей, есть еще люди, которым нужен антиэйдж-эффект от ретинола, выравнивание тона, устранение поверхностной пигментации, которую мы заработали за лето, и ретинол с этим тоже прекрасно справляется. Рекомендую очень внимательно читать инструкцию к применению этих препаратов, потому что ретинол здесь действительно активный, помимо него в составе есть еще не ацинамид и витамин С. Если мы не будем соблюдать все правила применения активного ретинола, мы вместо хорошего эстетического и терапевтического эффекта получим ретинол и драматит. И что еще важно, если мы используем ретинол, то обязательно помним о защите кожи от солнца. Вне зависимости от ультрафиолетового индекса защита будет более высокая. Следующий пункт – важно вводить эти все активные мероприятия постепенно. Начните с чего-то одного, то есть выберите какую-то самую большую проблему и пытайтесь ее начать решать. Пилинги требуют подготовки. Кислоты показаны одному человеку больше, кому-то больше показаны ретинол. Для этого существуют консультации с специалистами. Для этого можно задавать вопросы и нам, в том числе под видео. Я буду за них очень признательна, и мы постараемся с коллегами ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Третий важный момент, который я хотела бы отметить – это выбор уровня СПФ, которым нам предстоит пользоваться в осенне-зимний период. Если летом мы безошибочно могли выбрать средства с уровнем 50+, ну или хотя бы любое средство с уровнем солнцезащиты выше 30, то в зимнее время нам не обязательно пользоваться таким высоким уровнем СПФ, если только мы не делаем курс пилингов или не используем, например, тот же самый активный ретинол. Нам будет достаточно средств с невысоким уровнем СПФ, то есть 10-15, например, крем для комбинированной кожи СПФ-15 или крем увлажняющий СПФ-10. И в дневное время поверх активной сыворотки, если она нам нужна, мы будем наносить такое более легкое с невысоким уровнем СПФ средство. Это будет достаточно при уровне индекса инсоляции, который смотрим в прогнозе погоды, не выше 4. Следующий момент, это тоже касается СПФ, важный такой нюанс, который хотел бы отметить. Мы всегда имеем после лета остатки вот этих вот солнцезащитных средств. Я рекомендую допользовать то, что у нас осталось после лета, потому что на следующий год, когда пройдет год после открытия этого косметического средства, нам уже он не пригодится, его можно только выбросить в помойку. Поэтому лучше 1 сентября, октябрь допользовать, даже если у вас 50 уровень СПФ, а потом спокойно купить себе средство СПФ пониже. Следующий важный момент, это тот, что зимой особенно, да, но уже осенью у нас более ветреная погода, у нас перепады температур. Нам нужно предусмотреть определенные средства, которые будут защищать не только, например, от солнца, а для того, чтобы они защищали от перепадов температур. Как колд-кремы, например, как средства, которые защищают от мороза, какие-то барьерные средства. Пример такого средства – это наш безводный гель Церамид Скинсейвер. Его, во-первых, можно наносить, не ожидая 30-40 минут до выхода на улицу, на кожу, потому что он не содержит воды. А во-вторых, он прекрасно является эмалентом, он защищает кожу от перепадов температур. И, кроме того, благодаря Церамиду в его составе он еще и восстанавливает терапидный барьер. Последний момент, который я хотела бы озвучить, это уход за руками. Если летом, да, нам привычно, помыл руки, там, намазал каким-то легким кремом, то, во-первых, первый момент, зимой мы можем подключить ретинол. Когда мы, например, используем ретинол на лицо, не забывайте использовать его же на тыльную поверхность рук, потому что они выдают наш возраст, к сожалению, вот эти участки. Поэтому ретинол будет им тоже полезен. Ну, кроме того, опять-таки, перепады температур на руках отражаются еще хуже, чем на лице. Обязательно у нас, я не знаю, в каждой сумочке, наверное, должно быть какое-то небольшое средство, которым мы можем защищать руки. Желательно домашнюю работу тоже делать, конечно, по возможности в перчатках. И тогда мы сохраним кожу рук тоже более молодой и здоровой, что самое важное, чтобы не было каких-то микротравм, микротрещин, которые могут оказаться воротами инфекции. Также мы можем для кутикулы, для кожи рук использовать и Ceramic Skin Saver, но мы можем и какие-то, например, в отличие от лица на руках, нет закупоренных пор, пор, которые могут закупориться. Поэтому мы можем спокойно брать более, например, дешевые какие-то составы с воском, с парафиновыми производными, с минеральным даже маслом, и просто защищать кожу. Эти кремы спокойно будут выполнять барьерную функцию. Вот эти моменты я хотела озвучить об уходе в осенний-зимний период. Если у вас будут вопросы, я буду рада их прочитать и ответить. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. У нас очень много интересных видео, как раз касающихся кожи и косметологии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok